Важно и нужно организовывать не только развлекательные мероприятия в городе, но и пополнять список спортивных. Именно так думают активисты БРСМ Ленинского района. В прошлом году ими был инициирован турнир по настольному теннису среди учащихся всех школ района. Ну а их растущее количество говорит о том, что идея зашла. В прошлом году было 42 человека, а в этом уже 58. Данный турнир, могу сказать, что пошел в спрос, так как не только это среди учащихся, но даже школа сама хотела бы, чтобы ее же школа заняла призовое место. На данном турнире тоже участвуют те дети, которые уже занимаются профессионально. Есть, которые, может быть, после этого турнира еще захотят заниматься профессионально. Опять же, мы повышаем популяризацию здорового образа жизни, плюс к этому профессиональному виду настольного тенниса. В планах организаторов сделать этот турнир доброй традицией. Даже возможность заинтересовать как можно больше молодежи данным видом спорта уже большое дело. А что, если среди этих ребят уже растут чемпионы? В прошлом году победителями были средние школы номер 9, 32 и гимназия номер 1 города Бреста, ученики которых уже добились определенных успехов в этом виде спорта. Стольный теннис не только. Спорт, который развивает физическую активность. Также нужна умственная деятельность, чтобы хорошо играть. Это необходимо. Я занимаюсь спортом 7 лет. У меня были достижения. Я занимал первое место в Республике Беларусь по 2005 году. Я ездил на Европу. Для многих людей как хобби. И это достаточно увлекательный вид спорта. Поэтому я считаю, что детям нужно заниматься чем-то. И кому-то теннис больше подойдет. В прошлом году за первое место мы боролись с первой гимназией. Борьба была очень напряженная до последнего момента. 2-1 мы выиграли тогда. Тогда победу очко дала в победе Ханчу Ксюша и я. А в первой гимназии Артемку нашко дал очко. И мы 2-1 выиграли. Основная задача любого вида спорта – направить молодежь в правильное русло. Помочь ей реализовать свою энергию, найти себя в каком-то увлечении. И, возможно, добиться в нем успехов. Именно для этого в этом году на турнире присутствует новая команда. Она состоит из ребят, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа с сотрудниками правоохранительных органов. На мероприятии присутствует большое количество несовершеннолетних. В том числе присутствуют несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Приятно видеть, что наши дети умеют в руках держать не только гаджеты, но и спортивный инвентарь, ракетки. Между прочим, у некоторых это получается довольно-таки неплохо. Уже есть призовые места. Будем надеяться, что многие подростки уйдут отсюда с грамотами. Приятно проведут время. Увлечены настольным теннисом не только брестские школьники. Уже в эту субботу в спортивном поединке сойдутся и представители работающей молодежи.